Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. У нас на Амуре действительно живется крайне весело, и огромное количество мероприятий происходит, которые очень важно многим хотя бы издалено увидеть. В частности, в рамках проекта «Амур-река-дружба» будет очень интересный концерт, ради которого сюда приехали наши уважаемые гости. На сегодня в студии находится заслуженная артистка Республики Дагестан, Республики Хакасия Наталья Манурик и лауреат международных конкурсов оперных певцов Борис Дьяков. Здравствуйте, Борис! Здравствуйте, Наталья! Рада вас приветствовать! Ну, давайте расскажем, наверное, про то событие, которое вас привело сюда. Я знаю, что благодаря средствам фонда культурных инициатив президентского фонда вы здесь, собственно, и оказались. Поэтому давайте немножко расскажем, что же это за событие. Наталья, можете вы начать? Да, конечно. В рамках фестиваля «Амур-река-дружба» состоится грандиозное событие, и для нас выпала огромная честь с Борисом принимать в этом участие. Это будут встречаться два концертных оркестра, они подойдут на теплоходе, встретятся на фарватере реки «Амур». И, собственно, именно там, посредине реки, будет проходить концерт. Концерт, и будут участвовать и солисты из Китая, и мы, и солисты Дома культуры Благовещенска. То есть это будет такое грандиозное действие, и синхронно они будут играть, исполнять произведения как китайской музыки, так и нашей Катюши знаменитой. Как же без этого, да? Тем более в такой день. Подмосковные вечера. Тем более 3 сентября, да? Да, это, конечно, дата знаменательная, это окончание Второй мировой войны, и сейчас стали мы все это отмечать, активно очень отмечать. И очень правильно, что стали отмечать, действительно, потому что это значимое событие для нас, для дальневосточников уж особенно, потому что это наши прадеды когда-то здесь в большом количестве воевали. Ну и сегодняшние жители, которые здесь живут, исполняют свою миссию, то есть это тот рубеж, который они не то что защищают, а берегут. Да, действительно. У нас с Китаем дружеские отношения. Вы это почувствовали, вот честно, уже? Ну, пока еще нет, но, в принципе, мы это чувствуем всю жизнь. У меня были многочисленные концерты и в Москве с китайскими оркестрами, и с китайскими солистами, и в Казахстане, когда я представлял российскую армию, тоже мы поздравляли Казахстан. Вот, и приезжали артисты из Китая, из России, и, соответственно, местные были артисты. Я училась много с китайцами, заканчивала Российскую академию музыки, и там очень много было студентов из Китая. И это такие замечательные люди, они очень трудолюбивые, они очень доброжелательные, и они все время хотят дружить. Вот это очень важно. Почему Амур действительно река дружбы, она не разъединяет, она объединяет, как и музыка. Музыка тоже должна объединять. Вот смотрите, такой все равно, мне кажется, уникальный совершенно концерт. Ну, где такое еще могло бы быть? Борис, кстати, вы же бываете? Европа, Америка, это те места, где вы выступаете, вот такое где-то когда-то. Видели? Слышали? Нет, никогда. Разные форматы были. И стадионы, где сцены ставили, и открытые площадки, и там, не знаю, водопадов, где угодно, но на реке. И тем более две страны, свои культуры объединяя в одном концерте, это уникально, это вообще стоит услышать. Я бы пригласил всех жителей города прежде всего, и, естественно, кто может еще и в записи это посмотреть, обязательно это послушать, посмотреть. Тем более, что будут стоять огромные экраны, и каждый увидит все происходящее на этих теплоходах в хорошем разрешении. Это как раз и грант-то и делается. То есть правительство понимает важность того, что сейчас происходит, и как это важно сейчас объединяться, как это важно, чтобы музыка звучала, и чтобы все это было в формате объединения. Поэтому этому уделяется большое внимание. Как репетиционный процесс проходил? Вот когда мы-то уже привыкли, что у нас вот такой вот совместный оркестр, который по двум сторонам реки Амур проживает, и вот они уже приспособились, мне кажется, хорошо, понимают друг друга с полуслова, а тут еще столько солистов привлекается к процессу. Вот как у вас репетиционный процесс вообще? Вот сейчас мы едем на репетицию как раз, и это будет в формате творческого общения как раз. И я думаю, что все пройдет замечательно. Но это онлайн формат? Нет, это будет настоящая репетиция. Нет, вы будете репетировать с местной частью, да? А с китайской стороной вы это не будете. Вот будет какой-то небольшой... Нет, телемос, скорее всего, будет. Вот. Это обязательно. То есть в онлайн формате, да, репетиция? Да, пробный такой, я думаю, что шар будет сейчас. Нет, дело в том, что язык музыки, он такой универсальный, мы как бы на своем языке еще говорим, поэтому тут неважно ни переводчики, ни какие-то посредники, мы просто непосредственно можем и с дирижером, и с оркестром говорить на языке, который понятен музыкантам. Но у вас до выступления буквально несколько совместных репетиций, да? Да. Это достаточно абсолютно. Обычно вот так и есть, да? То есть каждая часть работы делала предварительно домашнюю работу, потом мы встречаемся, уточняем нюансы, и это... Получается большое действие. Профессионализм. Мы очень рады, конечно, что получилось. Тем более ваш оркестр Amour Band, он профессиональнейший и действительно такого мирового, хорошего уровня. Огромное удовольствие с ними работать, действительно, и замечательный дирижер, да. Прямо это вдохновляет всегда, потому что всегда от личности все, все идет отличности, особенно в музыке. И здорово, что в Благовещенске есть такие люди. Это правда. Но кроме того, что вы сюда приезжаете, приехали ради вот этого большого события, вы еще проводите здесь серию мастер-классов. Вот об этом тоже расскажите чуть подробнее. Для кого мастер-классы, кто у них будет участвовать? Мастер-класс у нас вот вчера, в частности, проходил для юных певцов, там буквально 10-11 лет. Вокалер-ансамбль «Карамелька». Как прошло, Наталья? Ой, замечательно. Я детей очень люблю и считаю, что это наше будущее. Это очень важно воспитывать молодежь, передавать свой опыт. Борис исполнил. Ну, естественно, мы немножко бы в основном Наталья подсказывала какие-то такие технические нюансы в вокале. Потом мы исполнили несколько произведений, потому что одно дело рассказать, другое выйди и спой, покажи, что ты хочешь, собственно. Поэтому мы немножко исполнили произведение своего репертуара. Но самое главное, как бы не надо ждать чудес от мастер-классов. Это скорее обмен такой, как скажем сейчас, модно говорить, обмен энергиями и импульсами. То есть, вот что мне нравится в музыке, что бы я сказал детям. У меня основной посыл был всегда в том, что слушайте больше именно той музыки, которую вы исполняете. Потому что у мальчишки одного, который был на мастер-классе, у него звучала музыка на телефоне совершенно другого жанра. Я говорю, ну, если ты хочешь исполнять вот это, чуть-чуть больше слушай, тогда ты будешь понимать, как это должно звучать. Да, это у Андрея. Замечательно, все талантливые очень детишки. И действительно у них, дай бог, большое будущее, если они захотят заниматься музыкой. Даже если не захотят, это будет все равно такая база культурная, которая все равно отличает людей, которые когда-то занимались музыкой, искусством, живописью всем. Это необходимая база. В любом случае это будут не безразличные люди, а это уже важно. Да. У нас в Амурской области действительно хватает коллективов детских. Вот жалко, что все не смогут приехать, побывать на мастер-классах. Но, может быть, благодаря нашей программе мы действительно какие-то основные советы будущим вокалистам и настоящим в том числе дадим. Давайте вот по поводу вкуса, это я поняла посыл. Это очень важно, вырабатывать вкус и слушать музыку. Вот именно в этом направлении или же все-таки разнообразную? Давайте сейчас определимся. Я за разнообразную музыку, потому что, во-первых, любой певец, ну или музыкант, он не знает, в каком жанре он все-таки будет работать. Вот, например, я получал образование классического оперного певца и пел и в театрах оперных. Но я с удовольствием пою эстраду, нашу классическую советскую эстраду, романсы, русские народные песни. Этому, правда, обучают в музыкальных заведениях, но все равно ты делаешь на чем-то акцент, а надо на самом деле широкую базу. Может быть, вдруг ты вот, ну как Муслим Магомаев, вот он тоже учился как оперный певец, но если бы он этот жанр не осваивал песни, не слушал это все, то тоже, может быть, он этого не открылся бы как певец эстрадный. Поэтому надо все, а ты не знаешь, где ты вот привнесешь. А я считаю, что в народности надо искать корни своего предназначения, потому что в народном пении, в народной песне, которую сейчас забывать стали, а это неправильно, расширять именно свою направленность. Тогда будет свой стиль в музыке, поэтому народное пение, кто вот занимается в народных фольклорных коллективах, продолжайте заниматься, потому что это нужно. И, как правило, из народников получаются замечательные эстрадные песцы, потому что это ближе к народу. Ну, я надеюсь, что мы действительно услышим на этом концерте очень разнообразный репертуар, и все эти песни будут петься сердцем, в первую очередь, да, и душой. Поем на душой. Вам спасибо огромное за хорошую беседу и прекрасного выступления. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостями была Наталья Манолик, заслуженная артистка Республики Дагестан и Республики Хакасия, а также Борис Дьяков, лауреат международных конкурсов оперных певцов. Вы смотрели в центре внимания. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин